Задача защитить детей. В Лицком райисполкоме прошло заседание, посвященное межведомственной работе с семейным неблагополучием. Участие в нем приняли министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк, заместитель генерального прокурора Максим Воронин. Прокурор Гродненской области Александр Жуков, руководство Лицкого района служб и образовательных учреждений. В основе обсуждения было повышение эффективности взаимодействия с семьями, в которых дети находятся в социально опасном положении, наличие не таких более ста, и выявление предпосылок этому. Подчеркивалось, что субъекты профилактики должны своевременно выявлять угрозы жизни, здоровью и развитию ребенка и принимать меры. Как отметил глава района Сергей Ложечник, в этой работе помимо известных рычагов воздействия, в зависимости от ситуации возможно применение нестандартных подходов. Речь шла также об организации оперативных выездов в сельскую местность, откуда поступает меньше всего сообщений о неблагополучии в семьях. Ряд требований был адресован службам Лицкому РЧС, РОВД и ЖКХ. В работе каждого субъекта профилактики, что было отмечено сегодня и заместителем генерального прокурора, о том, чтобы при посещении семьи, любой семьи, в рамках любого взаимодействия, все службы, которые определены законом декрета номер 18, небезразлично относились к исполнению своих обязанностей и по-человечески понимали и видели, что происходит в этой семье. И если есть какие-то проблемные аспекты, вопросы или даже какие-то намеки на то, что может быть какая-то проблема, извещали Управление образования, Комиссию подделов летних, РОВД в рамках своих компетенций, свое руководство, те в свою очередь извещали те службы, которые за это непосредственно отвечают. То есть самое главное, чтобы наше взаимодействие с субъектом профилактики строилось на небезразличии и жестком, четком исполнении планов работы, построенных в данном вопросе. Конечно же, в Литском районе ведется системная работа всех субъектов профилактики. Это прежде всего работа, работа каждого узкого специалиста, и которая должна проводиться через душу, прежде всего, через внутреннее сознание ответственности за каждого ребенка, который может находиться в небезопасной жизненной ситуации.